МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях этого дня вам расскажут мои коллеги. Я, Валерий Седов. Прививка от коронавируса. Губернатор области не испугался укола. 7 тысяч кубов снега вывозят ежедневно. В Рязани прошел субботник. Зодчество под защиту подтвердили ценность бывшей усадьбы родственников Прокопия Липунова. Музыка жизни. Открылась выставка заслуженного художника России Василия Николаева. Обновлена статистика заражения коронавирусом COVID-19 в Рязани. По данным на 25 января в области 21 257 случаев заражения. Количество новых заболевших за последние два дня – 110 человек. Выздоровело за это время 96 человек. Смерть за эти два дня от COVID-19 не зафиксирована. А тем временем в регионе началась прививочная кампания от коронавируса. С 25 января количество пунктов для вакцинации в области увеличено втрое. Новый вакцинный спутник ВИИ привился и губернатор области Николай Любимов. 500 человек в день. На эту цифру рассчитывает губернатор Рязанской области, говоря о вакцинации. Свою прививку Николай Любимов получил в городской поликлинике номер 2 ОКБ имени Симашко. Как-то спокойно, буднично и с нескрываемым посылом. Это очень важно. Сам я сегодня тоже сделал себе прививку. Министр здравоохранения сделал себе прививку. Многие люди уже сделали, еще будут делать. Мы обязательно об этом будем говорить. Для того, чтобы все видели, что и мы не боимся. И, собственно говоря, здесь бояться нечего. Сегодня в Рязани уже есть 15 тысяч доз. Еще 45 обещают подвезти в ближайшее время. 11 пунктов вакцинации уже трансформировались в 33 во всех районах Рязани. По словам Николая Любимова, для удобства жителей, чтобы не ходить далеко. Еще один вариант – запись через госуслуги. Если рязанцы будут активны, уже к началу февраля можно будет выходить на эдакую крейсерскую скорость. Тысяча вакцинированных в день. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани прошел субботник. Притом, если техника делает упор на дороги, то 23 января люди убирали вручную. Именно тротуары. О количестве вывезенного снега и привлеченных для уборки сотрудников расскажем далее. Перекресток улиц Высоковольтной и проезда Завражного. Если дорога тут еще от снега убрана, благо проехала спецтехника, то вот качество очистки пешеходных дорожек от снега и наледи хромает. Технику на такую уборку не отправишь, она попросту не проедет. Поэтому и привлекает человеческий ресурс. 23 января на субботник вышли сотрудники структурных подразделений администрации города. За лопату взялась и глава города. Мы с дорогами научились справляться. На тротуары жители справедливо жалуются. Сил пока в полном объеме не хватает. Поэтому почистим тротуары, чтобы людям было где ходить комфортно. Улицы Разина, Чайкиной, Зубковой, Костычева. Во время субботника очистили как пешеходные дорожки в центре города, так и на периферии. Предварительно прошла техника около 60 единиц. Она же вывозила убранный снег на Хамбушево. В самом субботнике приняли участие больше тысячи человек. Мы столкнулись с проблемой в этом году. Большое количество осадков. Беспрецедентный объем вывозимого снега. То есть порядка до 7 тысяч кубов кубометров снега мы ежедневно вывозим. Уже с начала зимы порядка 70 тысяч кубов вывезено снега на свалку Хамбушево. Ту технику, которую нам сейчас администрация области помогла приобрести, ее сейчас кинем на уборку тротуаров, остановок. Но то, что нам не хватало. Регулярно в уборке снега участвует около 150 единиц техники и 200 человек уборщиков. Глава города Елена Сорокина рассказала, что из-за большого количества осадков специалисты уже ночуют на работе. И после вновь выходят на улицу. Это новая техника. Называется чудо-аппарат ручной уборочной машиной. Его помогла приобрести администрация области. Ширина захвата уборочной полосы у такого 60 сантиметров. Предназначена для уборки снега и наледи. Всего таких машин 20. Их передали специалистам. Они хороши в уборке тротуаров и подходов к остановкам. Самым проблемным участком в городе. Весь убранный снег во время субботника вывезли на Хамбышева. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Не дожидаясь официально обозначенной даты субботника, рязанцы сами вышли на уборку своих территорий. Тосы поселков Мирный, Приокский, Строитель, Недостоева, Семчина и еще 11 районов Рязани расчищали снег самостоятельно. Без привлечения техники. Жители третьего квартала Конищева работали вместе с детьми. По-семейному. Давай, Степ, маленькой лопаточкой, хорошо делаем комочек, вот так вот собираем и будем сейчас с тобой баусы нужны. Сквер белых журавлей жители дома по улице Интернациональной всегда называли своим. И не без оснований. Это официально за него отвечает дирекция благоустройства. На самом деле порядок и чистоту здесь наводят местные. У них даже есть свой ТОС, один из самых активных в городе, кстати. У меня ребята очень такие помогающие люди. Они понимают, что надо, значит надо. И деревья вот тут сажали, они тоже помогали. И ТОС у нас весь приходит, тоже помогает. Работать всем вместе практически по-семейному, с самоваром и пирогами, это здесь уже добрая традиция. Хотя в этот раз стать первыми в городе им помог случайный инсайт. Руководство ТОСа о планах на субботу узнало от главы администрации Елены Сорокиной. Выйти с лопатами раньше – общее решение актива. Это наш сквер, наши детичья, и поэтому здесь мы тоже вот как-то стараемся поддерживать. Здесь в основном у нас мамочки отдыхают, так как рядом ничего нет, и они у нас в основном здесь. Здесь люди проходят с остановки туда-сюда, и вот кафе здесь, и поэтому мы как-то поддерживаем летом здесь чистоту. И, естественно, вот это первый раз мы решили и зимой здесь. Задачу по расчистке сквера превратили в детскую забаву. Построй горку и получи приз – кусок пирога или шоколадку. Вышел этакий рабочий пикничок. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Семь аварий зафиксировано на дорогах Рязанской области. В результате происшествий 8 человек получили травмы различной степени тяжести, и двое погибли. Так, в пятницу, 22 января, в рабочем поселке Сарае водитель Киарио совершил наезд на 12-летнюю девочку. По предварительной информации, она переходила дорогу не по пешеходному переходу. Девочка получила травму и была госпитализирована. Теперь сотрудники госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В воскресенье на трассе М5 «Урал» произошла авария с участием большегрузов и легковых автомобилей. Очевидцы рассказали, что авария произошла при повороте на поселок Белоомут Московской области. В тот же день, 24 января, в Рязани на московском шоссе столкнулись две легковушки – Киа и Ниссан. Водитель последнего получила травмы и оказана медицинская помощь. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники госавтоинспекции обнаружили, что у водителя автомобиля Киа имеются признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,740 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень. В Рязани подтвердили ценность бывшей усадьбы родственников Прокопия Липунова. Двухэтажное деревянное здание с резными наличниками на улице Прволыбецкой давно находится в аварийном состоянии. И, наконец, государственные эксперты решили признать, что дом является культурным наследием. Спасет ли это деревянного свидетеля исторических эпох, пока неизвестно. Но рассказать о том, чем же так примечателен дом Липунова, нам вызвалась Ксения Поначева. Этот дом – единственный в Рязани с сохранившимися наличниками всех трех типов, характерных для деревянного зодчества города. Ими дом и ценен в первую очередь. Деревянная резьба, некогда широко распространенная в застройке Рязани, сегодня из-за сноса старинных зданий стала редчайшим явлением. Интересный очень декор, можно очень долго рассматривать такие вырезанные детальки. По сути, это уникальные для Лизани наличники. Больше в таком виде они не встречаются здесь, в нашем городе. В 18 веке, когда создавался градостроительный план, участок возле этого дома был значительно больше, чем сейчас. Тогда это была усадьба Липуновых, потомков организатора первого народного ополчения Прокопия Липунова. В первой половине 19 века усадьбу поделили на несколько частей, принадлежавшей Соловьевым. Дом использовался как доходный, квартиры сдавались в наем. Сегодня состояние деревянного памятника эпохи явно плачевное. Если дом признан аварийным, а все-таки я вижу, что он действительно нуждается в реставрации, то должны быть, несомненно, выделены деньги на реставрацию, потому что неважно, какой статус у дома, но люди должны жить в достойных условиях. Это безусловно. Тем не менее, поскольку это объект культурного наследия, интересный с точки зрения и архитектуры, и людей, которые здесь жили в этом доме когда-то, то его необходимо сохранять. Необходимо, конечно, проводить реставрацию. Под государственную охрану дом попал еще весной 2019 года. Кроме того, здание находится в границах зон охраны памятников истории и культуры, а также культурного слоя Рязани с 1986 года. В 2020-м к этому добавилось расположение в границах исторического поселения регионального значения. На месте исторически ценных домов, попавших в границы поселения, нельзя строить многоэтажки. Дома можно либо капитально ремонтировать, либо сносить и строить точно такие же, с соблюдением всех параметров и технологий. Какой будет судьба этого деревянного здания, покажет время. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 25 января в России отмечается День студенчества. Эту дату выбрали не случайно. В 1755 году императорица Елизавета Петровна издала указ об учреждении Московского университета. Сначала 25 января праздновалось как День рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Рязанстат подсчитал количество студентов в Рязани. Их оказалось ни много ни мало 53 тысячи человек. В регионе действуют 9 высших учебных заведений и 37 организаций среднего профессионального образования. В средних специальных учебных заведениях учатся 23 тысячи человек. А вот количество татьян среди студенток не уточняется. 25 января также отмечается и Татьянин день. Это православный христианский праздник в память о святой мученице Татьяне Римской, жившей в третьем веке нашей эры. От лицателей компании поздравляем студентов и Татьян с этим праздником. Имя Василия Николаева, заслуженного художника России, знакомо даже тем, кто далек от живописи. Полотна рязанского мэтра легко узнаваемы, а главной темой стала музыка. Как живописец умел визуализировать звуки, можно увидеть на выставке, открывшейся в выставочном зале Иванова на улице Есенина. Раннему Василию Николаеву присущ академизм, он признанный портретист, однако за годы сформировался его особый стиль. Свобода выражения своего видения мира без привязки к привычной форме. Цвет, ритм, композиция, абстрактные сюжеты, которые явно звучат. Сегодня это общепризнанная классика. Я многому научился у него, не боюсь этого сказать. Его эстетика, его культура, умение, чувство, чувство такта, какие-то вещи именно свойственны только ему. Кто немного понимает в этом, конечно, отдавали должное. Его таланту именно и в этой области. Такой композиторский талант, особый талант. Эту выставку Василий Николаев планировал сам. Приурочить ее он хотел к своему 70-летию. Чуть более чем полгода назад мастера не стало. Его присутствие в выставочном зале незримо ощущается. 60 полотен последних лет тщательно подобраны, и они в буквальном смысле, соответствуя названию, выставки звучат, жизнеутверждающие, как и все творчество Николаева. Конечно, не хватает его. Это невероятный друженик. Он тащил союз во многом. Работал постоянно, всегда и везде. Он был отзывчик, он помогал. Погрузиться в мир свободы, творчества и оптимизма Василия Николаева можно до 14 февраля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова